Доброго времени суток, уважаемые мальчики и девочки! Я приветствую вас на канале Таро Путь Колесницы. Если вы еще не подписаны, вы можете сделать это прямо сейчас. Я буду очень и очень вам благодарна. Итак, я хочу вам предложить сегодня посмотреть, что же он думает о вас, те мысли, которые он вам демонстрирует, те мысли, которые он демонстрирует другим людям, и что же он думает на самом деле. Давайте сегодня всковырнем немножечко о мысли мужчины, посмотрим поглубже, что же он думает на самом деле, разберемся с его мыслями, которые там проходят. Хорошо? Расклад у нас общий, позиция одна, поэтому смотрите начало. Если есть резонанс, продолжайте смотреть дальше. Если резонанс нет, смотреть совершенно не обязательно. Договорились? Ну что ж, подумайте о своем молодом человеке. Подумайте о нем, вспомните его, настройтесь на него, и будем смотреть. Ваш, молодой человек, стоп, нам пожаловал. Чех, который сейчас вот не чувствует, знаете, такого момента, не чувствует момента, что вот, знаете, я выполнила какое-то дело, и все хорошо. Нет чувства удовлетворенности. Такое ощущение, что человек, знаете, как, то ли он не может завершить какой-то цикл, то ли он находится вот в каком-то, знаете, состоянии, не может собрать энергию, да, то есть вот какой-то раздрай, что-то идет, я не могу сказать, что это сильный раздрай. Нет, здесь действительно не хватает энергии, но здесь вот не может человек завершить цикл. Вот не может, либо он его завершает, а не получает тот результат, который он хотел получить. То есть это, вот, знаете, момент завершения произошел, но это завершение, оно должно было вывести его на какой-то следующий уровень. А здесь этого не произошло, то есть вывода на переход на следующий уровень нет. И человек находится в каком-то таком, знаете, внутреннем диссонансе. Как же это правильно? Как же нам это правильно так сказать? Это попахивает даже немножечко зависанием. Это попахивает немножечко зависанием, то есть в каком плане, что... Вроде уже не откатишь ситуацию, действия сделаны. Вы знаете, когда вы, допустим, вот это чувство состояния, когда ваше запланированное, да, оно разбегается с реальностью. И вот ощущение такое, знаете, во-первых, чего-то не хватает, нет чувства завершенности. И ты понимаешь, что ты вроде бы как сделал всё, вроде как сделал всё, а результат, который ты хотел, на который ты рассчитывал, ты не получил. И вот это вот как бы, оно, знаете, такое, вот вдохнул, а выдохнуть не можешь. И вот этот момент такой, ты не можешь сразу развернуться, значит, следующее дело. Нет, не получается, не пускает ситуация. Ты не можешь откатить и что-то переделать, да. Здесь задача в том, чтобы найти вот эту причину, почему что-то пошло не так, выхватить инсайд и пойти дальше. И вот пока вот этого инсайда не будет, есть некое состояние вот этого зависания, недозавершенности, недоделания. Вот человек, вот он находится в этом состоянии, понимаете. Человек сейчас вот в этом моменте, понимаете. Так, если мужчина ваш, да, если расклад ваш, смотрим дальше. Если есть резонация, вы понимаете, что это о вашем мужчине, смотрим дальше. Если резонации нет, смотреть совершенно не обязательно. Итак, давайте теперь посмотрим, что же этот мужчина демонстрирует вас, какие свои мысли о вас он демонстрирует вам. Какие свои мысли о вас он демонстрирует вам. Дальше. Какие свои мысли о вас он демонстрирует другим людям, что он о вас рассказывает другим людям. И что же он думает о вас на самом деле? Что он думает о вас на самом деле? Вот так вот. Так, что он демонстрирует вам? Ну, он говорит вам о том, что нужно подождать. Вот что нужно подождать, да. То есть, был какой-то есть завершение цикла. Но опять же, здесь тот же самый момент, что фактически здесь, что мы ожидаем каких-то результатов. Поэтому, да, поэтому он пока не может вас, грубо говоря, там вывести в стабильную женщину, потому что нужно подождать результаты от какой-то деятельности. Так, о чём это нам? От чего мы ждём результатов? Что за результаты мы ждём? Скажи нам, каких результатов мы ждём? Ну, здесь у кого-то проходит такая ситуация, что человек этот в отношениях, да, в других отношениях, он говорит, что вот нужно подождать, пока у нас там всё закончится, и потом я смогу тебя сделать там более стабильной женщиной. Так, а что ты сделал для того, чтобы там всё закончилось? Ну, говорит, не то, чтобы все тайны рассказал, а что? Говорит, я делаю выбор, я делаю выбор. Так, что ещё этот мужчина демонстрирует вам? Опять же, здесь идёт о том, что, знаете, как... Здесь нет вот этот момент, о котором мы говорили с самого начала, да, вот как... нет какой-то завершённости, нет чего-то вот этого момента, в котором, да, он находится, этот человек, что чего-то не хватает, понимаете, чего-то здесь не хватает, но он вам это не показывает, да, то есть он это от вас скрывает. То есть ты скрываешь от своей девушки, что ты что-то недоделал на самом деле, так? Да, он показывает, что он вкладывается, что он трудится, что он делает, да, то есть я не знаю, о чём у вас речь-то, о чём именно, да, что недоделал, куда недоделал, но он вам говорит одно, получается, да, что он как бы полностью там вкладывается, а на самом деле нет, да. Вот не проявляет он энергию в той степени, о которой он заявляет, понимаете, не проявляет он до такой степени. Что ещё демонстрируешь ты своей девушке? Ну, он говорит, что вот ты будешь победительницей, ты будешь победительницей, будет хороший урожай. Что за урожай, что он вам предлагает за урожай? Девочки, ну здесь урожай всё о том же, да, вот всё это время, что мы с вами говорим, всё о том же, да. Урожай вроде как и будет, да, то есть вы по сути, получите, я не знаю, о чём именно вы говорили с этим человеком, но смотрите, по сути он даже вам это даст, но это будет, знаете, то ли не до конца, то ли это будет, то ли вы не будете полностью довольны, то ли не такой вкусный будет урожай, то есть сейчас он вам говорит, обещает одно, затягивает, да, но на самом деле, на самом деле, услышите, пожалуйста, что здесь не будет того результата, о котором он заявляет, здесь не будет того, чего вы хотите в полной мере, то есть вот осадочек этот есть, и он присутствует, и этот мужчина, он сейчас об этом знает, он знает об этом, что вот не будет так, как вы полностью хотите, но он вам этого не договаривает, понимаете, он вам этого не договаривает, он говорит, что ты будешь победительницей в полной мере, что всё будет хорошо, вот только подожди, и всё будет прекрасно, да, будешь тогда ты здесь, и всё у тебя будет, и всё будет хорошо, но как-то это немножечко не так, чтобы вы понимали. Так, хорошо, давайте теперь посмотрим, а что этот мужчина говорит о вас другим людям, что этот мужчина говорит о вас другим людям, ну, он говорит, да, да, здесь такой момент, так, а кто здесь у нас сейчас, секундочку, ой, карты полетели, карты полетели, одну секундочку, так, это ты выбираешь, или женщина выбирает, или женщина здесь пронагревает, или выбираешь, или женщина, он, смотрите, когда он говорит о вас другим людям, он говорит о том, что вы справедливая, вы правильная, вы честная, вы взвешенная, вы прежде чем там принять какое-то решение, сделать какое-то действие, вы тысячу раз подумайте, то есть он так как бы вас позиционирует, при этом он говорит о том, что вы, в принципе, знаете как, вы можете преодолевать трудности, можете добиваться успехов, которые вам нужны, и иногда, скажем так, вы за ценой не постоите, так, в чем он еще видит вашу справедливость, ваше правосудие, в чем он еще видит, и что он еще говорит, вот вы не будете, знаете, как-то там хитрить, высматривать, осматриваться, для вас важно, вот, чтобы было как-то все правильно, честно, справедливо, и он это видит, да, и он как бы это подмечает, то есть он другим людям об этом говорит, так, хорошо, давайте посмотрим, что еще он говорит другим людям о вас, но при этом он говорит о том, что вы не очень-то вкладываетесь, да, в ваши отношения, что вы не очень-то ждете и развития их, не очень-то ждете и развития этих отношений, так, а чего тогда вы ждете, чего вы ждете тогда? Ну, что вас устраивает там, если как бы вы в тайных отношениях, что вас-то устраивает, что вас устраивает, ну, как бы, ну, вот эта связь, та глубина, которая есть между вами, вас устраивает, да, то есть если вы в тайных отношениях, что вас-то устраивает, если вы не в тайных, что вас тоже все устраивает, ну, как бы то, как есть сейчас, Вот этот уровень ваш, вот эти знания ваши, вот это понимание вашего мира, связь, которая на сегодняшний день есть между вами, что она как бы вас вполне устраивает, как бы вы не хотите, чтобы эти отношения как-то шли глубже, чтобы они больше развивались. То есть это то, что он говорит другим людям о вас, что вы не хотите семьи, девочки, он говорит. Почему? Ну потому что вот вы такая, знаете, воительница, вы сама по себе, вам интересно как бы не только отношения с мужчиной, вам больше интересно там еще социум, какая-то самореализация, вам интересно свое собственное развитие. То есть вам это больше нужно, чем быть просто в семье, быть просто домохозяйкой. Так, это то, как он позиционирует, да, говорит о вас другим людям. Давайте теперь посмотрим, а что же он думает о вас на самом деле. На самом деле здесь идет такое, что он не особо готов вкладываться в эти отношения, девочки, но извините, говорю как есть. Он не особо готов вкладываться, он не особо хочет трудиться в этих отношениях, вывозить их как-то, да, нет у него особого стремления. Потому что, да, не чувствует какого-то такого, знаете, притяжения на какое-то такое сильное взаимодействие. Так, что еще? Что еще он думает на самом деле? Ну, вот пока он не горит желанием, там, свидания, общения, проявления своих чувств, а почему? Ну, опять же, здесь идет о том, что все равно теперь его устраивает то, как есть. То, что сейчас есть. Опять же, если у вас тайное отношение, то его это устраивает. Если не тайное отношение, а просто его устраивает этот уровень взаимодействия, та глубина, которая на сегодняшний день есть между вами, она его тоже устраивает. И все, и ты считаешь, что глубже не надо, больше развивать ничего не надо. Говорит, ну не получится у нас, вот знаете, такого, чтобы было все так ярко, так солнечно, так красиво, у нас так не получится. А как у вас получится? Как у вас получится, по-твоему? Говорит, я не готов ждать вот эти плоды, все равно результата такого, как надо, не будет. Не будет. Потому что, опять же, таки, женщина такая, что ей больше важен социум, ей больше важна самореализация, поэтому, как бы, нет смысла здесь чего-то другого особо ждать. Что ты еще думаешь о девочке? Он думает, что вы очень стремительная, что у вас есть свои цели, что вы не остановитесь ни перед чем, для достижения собственных целей. Он думает, что вы такая огненная, вы зажигательная, вы готовы бежать, стремиться, действовать, то есть, как бы, ну, у вас вообще свой собственный интерес по жизни. Ну, так, это же хорошо, это же хорошо, что женщина такая огненная, стремительная, действенная. Да, говорит, хорошо, только я при этом тормознутый. И что? Ну, тормознутый. Может, наоборот, интересно взаимодействовать. Говорит, ну, и взаимодействуем, понимаете, здесь вот нет у человека как бы какого-то там стремления, да, перехода, вот то, что сейчас есть, вот то, что сейчас есть, то, что сейчас между вами происходит, вот его вполне устраивает, понимаете. Для него это уже вот совершенно, для него это уже прекрасно, для него это уже замечательно, он даже не видит, ну, как бы, что куда там дальше развиваться. Вот так, как сейчас, всё, всё. Ну, вот так вот, девочки. Неужели тебе не хочется там, ну, как-то больше на какой-то другой уровень перейти в этих отношениях? Ну, опять же, не видит он этого, не видит он, что будут какие-то плоды, не видит он, что будет какой-то результат от этого перехода, но он не видит как, не видит с чем, не видит зачем. То есть, тебя сейчас всё устраивает так, как есть, правильно я понимаю? Да, говорит, смотри, какая амазонка, чуть-чуть не так бошку отрубит, то есть, особо, как бы, особо, как бы, ему действовать здесь не хочется, потому что он считает, что он такой тормознутый, медленный, а вообще, всё, всю энергию, всё управление в ваших руках, он отдаёт, как бы, вам всё управление и особо не парится. Да, девочки, он считает, что в этих отношениях вы являетесь ведущей, поэтому вы ведёте отношения, поэтому вы делаете так, как вам надо, да, то есть, он где-то подстраивается, перестраивается, но особо у него нету внутри вот этого, знаете, стремления, желания делать по-своему, вести вас куда-то со собой, вот этого желания у него, к сожалению, нет, да. Есть такое, то есть, он может вам чего-то рассказать, чего-то поднаобещать, чего-то, короче, понаговорить, но вот этой энергии, чтобы он вкладывался в эти отношения, чтобы он их там действительно вёл, чтобы он хотел, чтобы что-то проскорило, вот этого я здесь не наблюдаю. Скорее человек подстраивается, скорее человек чего-то обещает, чего-то делает, но при этом он внутри себя чётко отдаёт себе отчёт, что, по сути, как бы я особо не рулю здесь, а она пускай делает, что хочет. Ну, вот так вот, девочки, ну, как есть, так есть, да. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok